Переходим к новостям экономики. Самую оперативную финансовую сводку нам представит Евгения Семенова. Здравствуйте, Женя. Надеюсь, у вас сегодня только хорошие новости? Добрый вечер, Аглая. Поклонников рыбных блюд я сегодня, пожалуй, огорчу. Поставки рыбы в Россию таковы, что мы рискуем оказаться без заграничной продукции. Все подробности прямо сейчас. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». В России на 40% снизился объем импортной рыбы. Такие данные по итогам первого полугодия приводят Росрыболовство со ссылкой на Росстат. В ведомстве считают, что снижение произошло из-за уменьшения поставок свежей и охлажденной рыбы, которая в структуре импорта занимает лидирующее место. Поставки семги, форели и сардины сократились почти на 80%. В два раза уменьшилось количество возимой скумбрии и сельди. А сегодня Еврокомиссия раскритиковала российский запрет на поставки рыбной продукции из стран Прибалтики. Въезд считают его необоснованным и несоответствующим нормам ВТО. Напомню, в июне Россия ввела табу на импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии без малого от сотни производителей. Веду обнаружение в их консервах бензопирена. А с 1 августа под запрет также попадут еще пять латвийских предприятий. Хорошая новость для наших отечественных производителей. Минсельхоз предложил радикальную меру борьбы с европейским товаром из санкционного списка, а именно сжигание в печах прямо на границе, сообщает коммерсант. Необходимой инфраструктуры на российских таможенных постах пока нет, но чиновники уверены, она и не понадобится. Расчет на то, что само решение, принятое на государственном уровне, отобьет желание заниматься контрабандой. Напомню, с идеей уничтожать товар, запрещенный в России в рамках продовольственного эмбарго, предложил глава Минсельхоза Александр Ткачев. И в прошлую пятницу его предложение одобрил президент нашей страны. А теперь о финансах. Центробанк остановил покупку валюты на внутреннем рынке. Причина – колебание цен на доллар и евро. Вчера рубль упал до уровня марта, но сегодня вслед за решением Центробанка начал укреплять свои позиции. Курс доллара на завтра, установленный Банком России, уже 59,77 рубля, а евро – 65,99 рубля. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон – 8 800 5 977. Вот такие сегодня Аглая новости из мира финансов. Спасибо, Женя. С нами в студии только что была Евгения Семенова, а мы продолжаем выпуск новостей.